Один эпизод, один эпизод. Шесть лет я был председателем общественного совета МВД России, когда был министром замечательный человек Рашид Гумарович Нургалеев, который сейчас вообще в Собиде. Однажды, однажды, я торопился на какое-то завещание, и по разделительной полосе проехал 200 метров со скоростью 60 километров в час. За это нарушение надо заплатить штраф 500 рублей. 140 таблоидов написали, что Резник совершил грубейшее нарушение. Алексеева, вот эта старушка, борец за права, которая была сказать, надо обязательно разоблачить, кричала она. Я подал заявление и ушел из общественного совета. А вот это было гадко, это было мерзко, это было организовано. Но потом я узнал, кто это организовывал, кому нужен был мой пост. Сказал бы, так я бы сказал, боже мой. И так я за свой счет ездил там, никаких поблажек не было. Потому что я не делал никакие дела, и у меня нет никогда, у меня это претит, понимаете. У меня бизнеса нет никакого. Мне претит, я не люблю это дело. Ну вот, вот вам и пресса, и как это все можно организовать. Это внутри страны, да? А то, что на Западе, это, конечно, это мерзко. Это передергивание фактов. Это то, что в России просто какой-то дракон, какое-то чудовище, да? Как империя зла, как говорил Рейган в свое время, да? Вот, это сейчас очень... Это сговоры, безусловные. И нам надо все это выдержать. Но это очень тяжело, конечно. Очень тяжело, когда еще внутри страны есть, в том же так называемом шоу-бизнесе, и компромиссы, и чистое предательство отечества своего. Вы знаете те имена, кто ездит в гости с Акашвили и размахивает украинским флагом. Вот, это мне очень неприятно, и, не знаю, плохо пахнет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!